Плутон Знаете ли вы, сколько планет в Солнечной системе? А что такое планета? На 26-й Ассамблее Международного Астрономического Союза в 2006 году было пересмотрено определение планеты. Ученые договорились называть планетами космические объекты, вращающиеся вокруг Солнца и способные очистить окрестности своей орбиты от более мелких тел. Плутон же был признан карликовой планетой из-за несоответствия второму критерию. Исторически нельзя было ее убирать из того списка планет, который был, опять-таки, сформирован не нами. Еще раз говорю, это история. И сейчас началось очень мощное движение по возвращению Плутона опять в число девяти планет, которые вращаются вокруг Солнца. Астробиолог Дэвид Гринспун и известный американский планетолог Аллен Штерн предложили изменить определение понятия планеты, чтобы включить в состав Плутон. Группа ученых уже обратилась в Международный астрономический союз с просьбой пересмотреть статус этого небесного тела. Ученые считают, что понятие планеты должно быть основано на геофизических особенностях космического тела, а именно характерных геологических и климатических особенностях. Сейчас понятие основывается на орбитальных характеристиках. Плутон относится к планетам земной группы. У них как бы само строение, оно одинаковое. То есть приблизительно у всех этих планет земной группы одинаковая вот эта вот структура. Вполне возможно, что уже завтра, отвечая на вопрос, что такое планета, вы ошибетесь. Если споры вокруг этого понятия приведут к новым изменениям, кто знает, сколько планет останется в нашей системе? Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс.